Под Киевом тренируются новобранцы грузинского национального легиона. Это подразделение было создано в 2014 году из грузинских граждан и принимало участие в боях на востоке Украины. Сейчас, по утверждению командования легиона, это интернациональная команда из многих стран мира, включая даже Бразилию и Анголу. Инструкторы из США и Великобритании, которые обучают новобранцев, отказываются называть себя наемниками. Они утверждают, что сами решили приехать сюда и денег не получают. Я был на контракте на Ближнем Востоке. Я увидел, что происходит здесь и сказал, а к черту, запрыгнул на самолет и вот я тут. Лицо я не показываю, потому что пара ребят, которые показали лица, оказались в разыскных списках ФСБ. Так что я не хочу, чтобы меня пристукнули русские. У грузинского легиона и его лидера очень неоднозначная и непрозрачная история. Однако в руководстве подразделения категорически отрицают всякую связь с экстремизмом и криминалитетом. Но совершенно не скрывают антироссийских настроений. У моей семьи большая история борьбы против российской агрессии. Большинство моих предков погибли, сражаясь с русскими. В непризнанных республиках Донбасса еще в субботу была объявлена всеобщая мобилизация. Собирают мужчин от 18 до 55, независимо от опыта службы. А в понедельник, на фоне резкого обострения ситуации, в Луганске начали призывать и мужчин старше 55. В Донбассе заявляют об участившихся обстрелах с украинской стороны. В частности, в районе Донецкого аэропорта. А в ночном понедельник в Горловке сообщили о падении снарядов в районе школы. В Киеве категорически отрицают, что отдавали приказы на обстрел и тем более наступление. Глава Минобороны России Сергей Шойгу также не исключает, что инциденты – результат действий не военного командования, а националистических батальонов, расположенных вдоль линии соприкосновения.